Продолжение следует... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает при движении видео. Да и в целом, да, давайте уже добьем хотя бы до 500 человек на канале. Извиняюсь. Давайте начинать. В общем, в предыдущем видео мы с вами ждали приход цены вот в эти два блока. 20,574 и вот сюда, 19,307. Это я назвал верхние границы. Мы, собственно, сюда и пришли. Я закупал здесь и здесь. Я вам об этом написал в телеграм-канале. По мере роста я частично продавался здесь, здесь. И всю свою позицию я продал вот здесь. В диапазоне 26,025,600. Далее. Мои ожидания. На самом деле, скорее всего, я слегка поторопился, потому что целевые значения, как и раньше, находятся вот здесь. Это 28,026,700. Это первое. И второе целевое значение находится здесь. 32,431,760 долларов за один биткоин. Вот. В целом, я думаю, мы туда придем. Давайте более локальную картину рассмотрим. Давайте на четырех часах. Смотрите. Во-первых, интересный момент. Если мы переключимся на недельку. Давайте на битстампе глянем. Там случилось интересное событие. Мы формально обновили вот эту вершинку. Это было недельное сопротивление. Соответственно, вот. Мы напечатали новый хай. Хайр хай. И, соответственно, мы таким образом формально сломали недельную медвежью структуру. Что является, на самом деле, очень сильным сигналом. Что нам надо увидеть, чтобы мы продолжили восходящее движение вот к этим, даже, возможно, двум блокам. Необходимо закрыть недельную свечку чуть выше 25212 долларов. Если мы закрываем недельку выше вот этого блока, то тогда мы, скорее всего, делаем вот такой вот ретестик и едем выше. Теперь давайте вернемся на график для финанса и попробуем, может, откатик словить какой-нибудь. В общем, в идеале бы это все дело сделать через откат. Я бы хотел бы словить биток обратно, откупить все проданное. Но не все, наверное, уже частично. Смотрите, вот мне хотелось бы... Секундочку. Моменты вот эти все. Мне хочется увидеть откат к 0.5 уровню по FIB. В принципе, это 22967. Плюс тут еще находится блок 22734-22412. То есть вот на этих трех отметочках я хотел бы обратно откупить биток. Но не всем объемом, а буквально на процентов 30 от того, что у меня было ранее куплено. Если цена спустится опять сюда и сюда, то я уже доберу весь объем. Плюс ко всему надо еще иметь в виду, что у нас образовался новый гэп на цемье. Да, я понимаю, что это не очень прилично говорить про гэпы. Но все же вот здесь у нас есть гэп, который мы, скорее всего, закроем. Это лишь вопрос времени. Вот, по битку в целом все. Настроен я по бычьих. Хотелось бы увидеть откат, чтобы обратно его откупить. Если отката не будет, значит не будет. Ничего страшного не случится. И так забрали хорошее движение. Далее давайте глянем на чью. Что у нас там с чьей происходит. В прошлом видео я говорил про эти блоки. В целом кто хотел, откупил. Вот здесь можете там что-то закрыть, если это у вас в рамках спекуляций. Но глобально ничего нового. Торгуемся все так же в этом огромном треугольнике. Жду выхода. Плюс ко всему еще есть вот такая вот интересная информация. В целом это можно, наверное, трактовать тоже как перевернутую голову и плечи. Почему я так считаю? Потому что вот у нас плечо, грубо говоря. А вот здесь мы обновили минимум. То есть формально это можно считать за голову. Ну, чуть-чуть с натяжкой на самом деле. Но можно, можно. Формально можно. А так все еще мы торгуемся в треугольнике. Рассчитываю увидеть отсюда импульсное движение вверх. Сколько времени это займет, я не знаю. С целью у меня 100 долларов и, наверное, 120 долларов по выходу из этого треугольника. Там я сброшу 250 своих монет. Всего у меня их 500. Половину я продам, а половину оставлю на 2024 год. И за счет вот этих спекуляций, да, я постараюсь там на 10, 20 или 30 процентов увеличить свое количество монет на 2024 год. Вот. Почи все. Давайте глянем теперь Аптос. Это прям любимчик у всех. По Аптосу не помню, говорил ли я про вот эти блоки. Скорее всего, говорил. Можно это, в принципе, посмотреть. Давайте посмотрим. 81. И надеюсь, что получится. Да, в общем, говорил я про вот этот вот блок. Кто хотел, тот воспользовался. Сам я тоже здесь откупал, но я максимально резко закрыл эту позицию, к сожалению. Вот. На данном этапе выглядит сильно, но в целом вот вы можете перерисовать вот эти вот все блоки. Цена довольно уважительно к ним относится, ходит между этими блоками. И можно спокойно от них торговать. То есть, на данном этапе у нас поддержка находится в диапазоне 12.25 и 11.74. То есть, здесь в теории можно откупить. Ну, а так, в целом, все. Вот сюда мы, наверное, уже не придем. Но если вдруг случится, что придем, то я бы вот здесь с огромным удовольствием откупил бы, как и говорил в прошлом видео. Вот от этих вот двух блоков работать уже со строгими стопами. Так, по оптосу все. Давайте глянем еще на эфир. По эфиру некрасиво все произошло. Не дошло до моих ордеров, которые здесь стояли. В целом, ну, плюс-минус, да, движение было предугадано. Но по факту ничего с этого не было заработано. Вот. На данном этапе эфиру необходимо закрепляться над вот этим синим блоком. Сейчас в моменте этого не происходит, потому что гораздо сильнее выглядит этот пяток. Но, по идее, альта будет догонять в скором времени. Но, как бы то ни было, надо ломать 1790 и 1700 за одну монету. Далее, давайте рассмотрим IC-пишечку. Я кидал ее в телеграм-канал. Здесь все довольно красиво отработано. Я давал вот этот вот блок, налил он нам от верхней границы. Я часть где-то закрыл здесь, и часть я закрыл здесь. Сегодня стоп у меня стоит на точке входа. Ну, в идеале бы увидеть закреп над 5,7 и поехать к 6,151. Далее поехать закрывать вот этот блок. Ну, а прям совсем уж идеально было бы приехать все-таки вот к этому блоку 9,350 и 8,43. По ICP, в принципе, все. Давайте разберем еще парочку монет. Есть как раз еще несколько минут. Очень много просили разобрать Litecoin и Ripple. Давайте их и посмотрим. По Лайту. В целом, я думаю, что... Не помню, когда у него там халвинг, но... Как по мне, вот это все, что он уже сможет показать до своего халвинга. Поэтому я бы на Lite не заострял бы свое внимание. Опять же, можете его торговать по блокам на данном этапе. Если смотреть локально, рассматривать какой-нибудь скальпик, то 75,71 и 73,23. Неплохая зона откупа со стопом при условии закрепления 4-х часовой свечи под этим блоком. Но, мне кажется, есть поинтереснее монетки. Так, давайте Ripple разберем. Просят, просят меня все посмотреть Ripple. Но давайте я включу вот этот вообще график. Сейчас чуть-чуть хейта будет. С моей стороны в адрес Ripple. Вот так вот. В общем, смотрите, я считаю, что вот это все... Не прогружается график, к сожалению. Так, ну, прогружайся. Ну да ладно, в общем, я считаю, что вот это вот все, это огромная... Вот, прогрузилась. Вот это все, это у нас огромная зона распределения. Я глубоко убежден, что Ripple проиграет суд. Возможно, я ошибаюсь. Я был бы рад ошибаться, потому что в таком случае все холдеры Ripple заработают денег и останутся довольными. Я буду этим исключительно рад, но по логике вещей... Ну, просто сами посудите. Огромное количество холдеров. Ripple находится много лет в топ-10 криптовалют по версии CoinMarketCap. Даже в топ-6 или в топ-4 топ. Не учитывая стейблкоины, по-моему, это и вовсе топ-3. То есть, о каких иксах идет речь? Я вот что не понимаю. Ну, что обгонит Ripple по капитализации биткоин? Либо это надо ждать снова в бычий рынок, и... Ну, тогда Ripple вырастет ровно настолько, насколько вырастет биток на самом деле. То есть, у нас вот здесь сколько дал иксов Ripple? Дал 16 иксов. То есть, ну, это меньше, чем дал биток. Чуть-чуть меньше. Вот, то есть, ну, динамика слабее. Не знаю. Я бы не делал бы ставку на Ripple. Насколько бы фундаментальный он там ни был бы, и насколько хорошо он не развивался бы, просто на нем не заработать иксов. Как ни крути, не заработай. То есть, нет сценария, при котором Ripple сделает там с текущих еще 10-20 иксов. Абсолютно исключено. Но есть вот такие вот прекрасные две дыры. Снизу. Первая у нас здесь. И вот вторая зияет у нас снизу дыра. Я думаю, что мы их закроем. Это исторический диапазон 22.20. Сюда я уверен, что мы придем, что вот эту всю пустоту мы закроем. То есть, в теории можно будет, наверное, сделать вот такой вот трейд. То есть, да, забрать где-то 40%, по 0.20 откупить, по 0.20-0.22 откупить, по 0.28 продать. А далее, если мы делаем, да, грубо говоря, вот такое вот движение, делаем вот тут медвежий ретест, то мы едем дальше вниз. И вот тут уже можно будет хорошенечко иксов забрать. Там 2, 3, 4 икса. Если кто-то холдит риппл, да, ну, я вас не призываю его продавать. Сам я никогда не холдил риппл, относился к нему всю дорогу максимально скептически. То есть, как по мне, он свое отхайпил в 2017 году. И второго такого хайпа уже не будет. Плюс, обратите внимание на текущую структуру. Ну, тут самое настоящее голова и плечи. То есть, вот левое плечо, вот правое плечо. И не надо мне говорить, что голова и плечи – это фигура исключительно разворотная. Читайте книги. Голова, плечи и перевернутая голова и плечи могут формироваться также в продолжении тренда. Это факт. Да и даже, неважно, просто вот у нас есть диапазон. Вот у нас сложный пробой. Все основные объемы копятся здесь. То есть, соответственно, до тех пор, пока риппл не закрепился выше 0.42, 0.40-0.42, вот это все, это для меня медвежье накопление. Поэтому я его периодически шорчу. Прям с огромным удовольствием. Вот, по рипплу в целом все. Чтобы еще глянуть, чтобы еще глянуть из интересного, давайте посмотрим HFT. Я за ним активно слежу. И на этом закончим. Ну, по HFT, вот у меня тут, в принципе, все разрисовано. Мне очень хочется увидеть приход вот сюда и вот сюда. Отсюда, во-первых, можно будет сделать очень классные скальпики. То есть, вот от этого блока можно будет прокатиться в районе 15-16% забрать. И вот от этого блока можно будет прокатиться, тоже забрать 16-18%. Вот. В целом все, друзья, как-то так. И давайте я вам сегодня покажу скальпик, который у нас был в публичном канале. Очень красиво все получилось. Прям мне понравилось. Мы сначала откупили с вами... Давайте я включу минуточки. То есть, мы с вами сначала откупили вот здесь. Вот в этом блоке. Вот туда мы закрыли с вами треть. Нас выбило без убыток. А далее просто посмотрите на эту идеальную отработку. Насколько красиво налило фитильком от следующего блока. И еще одним скальпом я хочу похвастаться. Это уже в платной группе я кидал этот скальп. Но, тем не менее, это тоже красиво. То есть, нас налило вот здесь. Прям вот от верхней границы блока. И мы вот поехали, забрали цель. 3% Ну, с плечом их здесь вполне себе 32% соблюдая риски. На все скальпы риск у меня 0,5-1%. Вот. Если кто-то желает присоединиться к торговой группе, то я оставлю свой контакт. Свой контакт. И ссылку на телеграм-канал оставлю в комментариях. Это будет первый комментарий под этим видео. Сделаю его в закрепе. По всем условиям вы можете мне писать личные сообщения. В целом, все. Обязательно торгуйте с умом, торгуйте правильно. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Ой, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok